Друзья, всем привет! Это видеообзор помещения, которое у нас находится по адресу улицы Байкальской 124-3. Традиционно в двух словах о месторасположении, а потом пойдем в сам объект. Месторасположение у нас это улица Коммунистическая, там у нас улица Байкальская, и которая, соответственно, улица Коммунистическая перетекает уже туда, к улице, которая выходит на бульвар имени Бостышева. Трафик здесь достаточно хороший, месторасположение классно для вашего бизнеса. Плюс-минус здесь достаточно хорошая парковка, вот здесь вот всегда есть где запарковаться, плюс, ну, вот здесь вот чуть ниже, там можно тоже оставлять машину вообще без каких-либо проблем. Помещение у нас находится на первом, втором и на цокольном этаже, имеет два отдельных входа, что это, конечно, также является большим плюсом, можно отдельно сделать вход в цокольное помещение и отдельно вход на первый и второй этажи. Вот здесь имеется конструкция для установки баннера, какой-то рекламной там истории, да, ну, и, соответственно, здесь вас, ваши клиенты всегда смогут найти, потому что такой, как бы, стык Октябрьского района и стык центра города, прямо за этим домом фактически у нас, да, находится остановка Волжская, и в ту сторону у нас уже кинотеатр Баргузин, поэтому с точки зрения месторасположения очень классно. Обратите внимание, на каждом из окон и входной группе у нас установлены автоматические жалюзи. Так, ну и заходим. То есть видео будет достаточно долгое, но зато подробное, поэтому мы с нами призываю вас перематывать. Помещение у нас эксплуатировалось и ремонт здесь сделан под медицинскую клинику. Здесь все чисто, аккуратно, много кафеля, много мокрых точек, поэтому если вы рассматриваете под медицину, ну, наверное, лучше придумать, чтобы сразу заехать и работать, наверное, очень сложно. Как я сказал, помещение у нас идет в три уровня. Здесь у нас лестница на второй этаж, здесь у нас уровень первый, и здесь у нас уровень цоколя. Давайте начнем с первого этажа. Первый этаж выглядит вот таким образом. Здесь у нас, получается, была детская клиника, здесь, соответственно, у нас такая зона ожидания, небольшая гардеробная, прямо на входе туалет. Здесь у нас, получается, вот такая зона рецепции, да, ожидания с местом, где можно тоже посидеть дальше. И на первом уровне у нас находятся два кабинета, то есть кабинет номер один. Окна у нас выходят во двор, да, соответственно, несолнечная сторона, мне кажется, очень важно с точки зрения работы, комфортно и так далее. Выведено отдельно, видите, в каждый кабинет у нас мокрая точка. Ну, кто-то посмотрит под медицину, понимает, для чего это сделано. Дополнительно смонтированы уже разводки под интернет, да, то есть розеток тоже здесь более чем предостаточно. Так, идем дальше. Чикс. Тоже, да, мокрая точка. Так, теперь давайте я вам покажу второй этаж. Второй этаж. На втором этаже у нас уже три отдельных кабинета, то есть у нас кабинет вот номер один, зона ожидания. Здесь окна у нас выходят на улицу Коммунистическую, здесь у нас кондиционеры, потому что это солнечная сторона. Дальше. Также у нас здесь санузел. Еще один, то есть санузлов здесь, ну, три санузла на каждом этаже. Вот такой кабинетик с выходом окон во двор. И еще один кабинетик. То есть два кабинета на первом этаже, три кабинета на втором этаже. И пойдемте теперь в ЦОГО. Здесь у нас получается, как я говорил ранее, ну, во-первых, не обращайте внимания, цоколь у нас еще чуть-чуть не прибран. Здесь можно сделать отдельный вход в цокольное помещение. Здесь вот эта вся история закрывается. Это вторая дверь, которая у нас тоже идет со стороны улицы Коммунистической, которая находится тоже под автоматическими жалюзи. Спускаемся. Цоколь у нас достаточно просторный. Здесь у нас, видите, внимание, вот комнатка номер один. Да. Здесь у нас, получается, санузел. Тикс. Здесь у нас вот такая комната персонала для переодевания. И большой плюс, что, хоть это и цоколь, обратите внимание, здесь полноценное окно, вид на улицу. То есть это не так, что это прям подвал. Это большой-большой плюс. Идем дальше. Здесь у нас вот переход в такой блок. Здесь вот такие, ну как серверная такая, можно сказать, небольшая. И здесь у нас вот в клинике была комната из соли. Можно, соответственно, конечно, это все переделывать. И, 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 и здесь еще у нас, надеюсь, вы не запутались. Здесь еще один кабинет небольшой. И здесь у нас такой административный блок. Точнее, блок для отдыха персонала. Здесь была смортирована кухня с, как бы, с воздухом. То есть все в порядке, с никаких проблем. Ну и, как бы, здесь, видимо, небольшая зона отдыха. Была раковина там и так далее. В принципе, показал все, что хотел показать. Помещение более чем отлично подойдет для медицинской деятельности, но и как по другую деятельность. Ремонт, как вы видите, здесь фактически делать не нужно. То есть, по факту, можно сразу заехать и, так сказать, вести свою предпринимательскую деятельность. Будем рады вам показать это помещение вживую. Надеемся, что именно вы станете нашим арендатором.